Слушай, про, я тут подумал... Что ты подумал, Фанглер? Мы часто помогаем друг другу в озвучке, но ты бы хотел, чтобы мы вдвоём сделали что-нибудь более масштабное? Признаться хотел бы, но только что мы можем такого сделать? У нас на каналах набирали популярность рейтинги звуков, можем сделать какой-нибудь совместный. А почему нет? Пошли ко мне, займёмся. Ну что, начало очень хорошее. Первый хороший монстр. Могу сказать так, у него очень большое разнообразие музыки, и он отлично дополняет фон этой песни. Поэтому Stigabat, как всегда, на высоте, я ставлю её на первое место. Первый звук в списке, на мой взгляд, очень хорош. Он реально подходит к песне, и без Stigabat песня не та. Второе место. Этот монстр интересный, но, как по мне, он имеет более весёлую музыку, которая не совсем подходит к этому острову. Поэтому я ставлю его на десятое место. Звук этого монстра хорош, но он поёт не так много, и большинство других звуков на острове будет получше. Двенадцатое место. Карни Дуд имеет отличную музыку, но напоминает Фагоцвести. Поэтому я его ставлю на седьмое место, а Фагоцвести поставлю на шестое место. Звук этого монстра на острове, конечно, хорош, даёт такую приятную нотку, но также он не идеален. Девятое место. А этот звук такой же, как и предыдущий, но даже лучше. Заслуженное четвёртое место. Музыка Маракостока, как по мне, на этом острове самая худшая, а её почти не слышно, поэтому я ставлю его на семнадцатое место. В песне значение имеет очень маленькое. У остальных монстров звуки куда лучше. Семнадцатое место. Парда хорошо дополняет музыку и имеет прикольный звук, я её поставлю на девятое место. Очень хороший звук пружинки отлично дополняет песню. Но был бы у монстра тот голос вечнозелёного болота, место в топе было бы повыше. Седьмое место. Ещё один лучший монстр на этом острове, с крутым эффектом смеха. Мне его музыка очень нравится, очень хорошо дополняет песню, поэтому я поставлю его на четвёртое место. Страшненький, в приятном смысле вокал. Звук хорош, но, увы, из-за крутитных других звуков получает невысокое в топе одиннадцатое место. Классная интригующая музыка, мне нравится, но, как песню, она дополняет не очень хорошо, поэтому я ставлю её на шестнадцатое место. Звук не очень хороший, и, в общем-то, незначимый. Пятнадцатое место. Просто рай для ушей, создаёт хороший эффект на острове, просто нет слов. Ставлю на третье место. Звук хороший, пускай немного не похож на официальные звуки монстра, но этому есть объяснение. Ведь зебра, при создании этого звука, использовала FL Studio, а в официальной игре записали игру на скрипке вживую, в любом случае, десятое место. Несмотря на то, что я не люблю этого монстра, в этой песне он достаточно хорош и хорошо дополняет песню, но есть звуки и получше. Я поставлю его на тринадцатое место. Транноватый вокал может очень хорошо сказаться на песне. И, пожалуй, это один из таких случаев. Третье место. Паук у Лиле тоже очень хороший монстр на этом острове, хорошо дополняет музыку, мне очень нравится. Ставлю его на двенадцатое место. Звук хороший, но не особо идеальный. Восьмое место. Пингван, хоть почти не слышен, все равно имеет очень важный эффект для этой песни, поэтому я поставлю его на одиннадцатое место. Звук скорее похож на звук клававеры. Как бы это сказать, не по пингване. Тринадцатое место. Челестяги. Тоже не люблю этого монстра, но музыка на этом острове мне очень понравилась. Она подходит, очень круто сочетается, поэтому я поставлю его на восьмое место. Двух короткий, но еще хоть как-то значимый. Четырнадцатое место. Челестяги. Раковица не вносит большого значения в музыку, но все же имеет смысл. Четырнадцатое место. Я рассказывал про то, что звук мракостука имеет очень маленькое значение в песне. И в общем-то этот звук тоже имеет маленькое значение, но оно чуть-чуть побольше, чем у мракостука. Шестнадцатое место. Человек очень хорош в своей части песни, имеет много различных нот, ужасающую музыку мне очень нравится, ставлю его на второе место. Очень хорошего второй половине, как стекобака. Звук однозначно достану внимания и уважения. Пятое место. Питч также имеет очень важный эффект на музыку, поет во многих частях. Мне тоже очень нравится, ставлю его на пятое место. Это один из моих нелюбимых монстров, но способен заточить некоторые острова, в том числе и это заслуженное первое место. И пиксалотель музыка хорошая, дополняет остров, но все-таки не очень значительно для этого острова, поэтому поставлю его на пятнадцатое место. Как и Повек, он хорош в второй половине, но уже не так сильно. Шестое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, думаю, у нас хорошо вышло. Это точно. Зебры сделал хороший остров, а мы сделали для него хороший рейтинг звуков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, он наберет много лайков. Я тоже так надеюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...